Всем огромный привет! Меня зовут Сергей, добро пожаловать на канал Хабагивили. И в сегодняшнем видео мы с вами начинаем проходить новый каталог, который называется Паранормальное. И в сегодняшнем первой серии я вам познакомлюсь с персонажем. Знакомьтесь, этого персонажа зовут Мари Лаворен. Это некая отсылка на жрицу Вуду, Мари Лаво. Если кто смотрел сериал Американская История Ужасов, те с ней прекрасно знакомы. Разумеется, я не пытался соблюдать какой-то образ и так далее, просто взял фамилию и немножко видоизменил имя. Так вот, наша Мари Лаворен живет в доме с привидениями. Этот участок создали разработчики. И когда вы приобретете каталог и загрузите его к себе в игру, игра у вас попросит, скажем так, предложит выставить данный участок к себе на карту городка. Любого городка абсолютно, куда вы захотите это сделать самостоятельно. Я выбрал все-таки Оазис Спрингс. Не знаю, почему мне этот город как-то вот, как-то симпатизирует именно вот сегодня. Вот. Поэтому давайте мы не будем, разумеется, как-то долго тянуть кота за все его причиндалы. И пойдем в первую очередь, разумеется. Так как каталог у нас полностью сосредоточен на волшебном шаре, на столе. У нас тут на втором этаже. Давайте, во-первых, познакомлю вас с первым этажом. Тут есть некая, скажем так, столовая, гостиная, кухня, ванная с туалетом. Место, где можно переодеться. На втором этаже у нас две спальни. Опять же, ванна и как раз-таки место для призыва духов. Вот. И, скорее всего, мы сейчас с вами и начнем с этого места, с этого стола. У нас есть два... у нас есть много действий. Общаться с покойным и провести церемонию. Узнать о спиритической враждебности. Общаться с покойным. Поговорите с безвременно почившими. Возможно, они изрекут какую-нибудь мудрость. Провести церемонию. Проведите церемонию, чтобы слегка очистить дом от призраков. Но будьте аккуратнее. Церемонию высасывают из персонажей энергию. После успевших церемоний страх слегка отступает. Огонь. Так. А... Узнать о спиритической враждебности. Узнаете, сколько призраков обитают на этом участке. Давайте, наверное, в первую очередь узнаем, сколько призраков у нас обитают на нашем участке. И вообще, обитают ли они. Потому что у нас новый тип участка. Кстати, давайте я вам покажу новый тип участка. У нас тип участка называется «Жилой дом с привидениями». И, собственно, у него есть определенные, скажем так, свойства участка, которые добавляются с данным каталогом. По крайней мере, их было видно на скриншотах. Вот характеристики участка. Помощь призрака. Знакомьтесь. Гидри. Очень очаровательный призрак. Духи. Ночью на участке летают привидения, как дружелюбные, так и враждебные. Сокровища призраков. Духи таскают с собой очень страшные вещицы. Паранормальные явления. Здесь происходят странные вещи. Особенно ночью. Вот увидите. Проклятые объекты. Иногда в вашем доме могут появляться необычные артефакты. Смотрите в оба. Оно шевелится. Постарайтесь произвести хорошее впечатление на духов в доме. Храбрость. За каждую пережитую ночь ваш персонаж получает очки для магазина наград. Мы ищем паранормальных сыщиков. Гидри поможет вам стать паранормальным сыщиком. И какое-то вот свойство, характеристика со знаками вопроса и подпись. Она скоро вас найдет. Кто она? Непонятно. Возможно, скилли Хильда. Возможно, это отсылка на скилли Хильду. Вот. Ну что. Давайте. Поехали узнавать, сколько духов у нас на нашем участке. Сейчас посмотрим. Где-то там, моя хорошая. Смотрим на анимацию. Так. Боже, это потрясающе. Там какие-то лица в шаре появляются. Смотрите. Загорелся огонь. Женщина у нас медитирует. Что-то пытается призывать. Что у нас там за лица появляются? Там у нас появляются лица различных персонажей. Это забавно. Причем персонажи, я так понимаю, стандартные из игры, которые есть. Так. Получен новый навык ясновидения. Мария знакомится с паранормальными явлениями. Чтобы повысить уровень, продолжайте проводить сеансы. Мария ощущает присутствие очень счастливых призраков. Живые и мертвые живут в гармонии. Превосходно. Духи будут вести себя дружелюбно. Паранормальные явления случаются реже. И тут я вспоминаю фильм «Паранормальные явления». Так, давайте мы попробуем провести церемонию. Для того, чтобы повысить навык ясновидения. Навык называется ясновидение. Так. Ну-ка, 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 давай. Так. Загорается огонечек. И... Кстати говоря, навык ясновидения, он десятиуровневый. О, у нас теперь появляется круг. Огонечек превращается в кружочек. Этот круг увеличивается. Ну, к нам там соседи пришли. Надо отменить. Так. Это выглядит очень классно. В особенности в связке с игровым... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. В нашем доме началась твориться какая-то чертовщина. Весь свет мигает. Что-то происходит. Блин, это было... Это было очень классно. Это было офигенно. Просто. Блин. Там, походу, снизу персонажа. О-о-о-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На нашего соседа наши призраки решили напасть. Причем призраки-то злые, судя по всему. Вот это да. А что у нас злые призраки делают в нашем доме? Нам же написали, что они добрые. А там на первом этаже что происходит? Есть добрые? Нет, только два злых призрака, которые огнем пуляются. Ха. Прикольно. Прикольно. Церемония произведена успешно. Завеса между мирами стала толще. А то, что у нас тут вот эти вот два маленьких чудика летают, это нормально? Наблюдать за духом, предложить душу, пытаться выйти на связь. Ну-ка, давайте попытаемся выйти на связь. Ой, они там, по-моему, еще разговаривают. Это выглядит прикольно. Какие они злые. Ну-ка, 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 давайте попробуем выйти на связь. Они испугались и улетели, что ли? А где духи-то? Почему мы их не видим? Он стоит, боится. Так нет уже никого. Все, иди домой. О, вот, есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Кажется, он становится добрым. Смотрите, у него появляются зеленые кружочки. А у нас появились новые мудлеты. Смотрите, я призраков не боюсь. Мари успешно проводит церемонию. И хотя вы лишились частицы души, похоже, что это того стоило. Чего? Мы лишились частицы души? Что? Простите. Господи, неужели мы потом, когда будем охотниками за привидениями, у нашего персонажа абсолютно будет отсутствовать... Ой-ой-ой-ой. А что происходит? Тут что-то со столом только что происходило. Ну-ка, давайте мы попробуем пообщаться с покойными. Посмотрим, что у нас произойдет. Наверное, опять у нас начнет мигать свет. И вообще, нам бы дождаться ночи, для того, чтобы увидеть все это в ярких красках. Возможно, к нам придет Гидри и поможет нам. А это кто? Это Гюнтер Манч. Гюнтер, отстань. У нас тут магия творится. Мы тут прокачиваем навык ясновидения. Ну-ка, 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 давай. Пообщаемся. Так. С кем будем общаться, интересно знать. Сейчас опять как начнет свет в доме мигать. Так, мы повысили навык ясновидения до второго уровня. Так, Мэри теперь может устраивать спиритические сеансы с другими персонажами. У групповых сеансов больше преимущества. Главное, это командный дух. Отлично. Ой, у нас опять свет мигает в доме, смотрите. Блин, как это классно. Не превращайте мечты в мемы. Мне кажется, так где-то было написано. Ага. Я так понимаю, замигал свет и, возможно, где-то здесь у нас появился призрак. Или же нет? Да, вроде никого нет. Так, что мы можем еще делать? Общаться с покойными, провести, узнать о спиритической враждебности. Но, в принципе, вроде пока что все. Да? То есть нам нужно дождаться ночи. Для того, чтобы, собственно, продолжать дальше. Продолжать дальше узнавать, что на этом участке может происходить еще. И какие призраки здесь могут обитать? Итак, у нас стукнуло 9 часов вечера, и у нас вылезло вот такое уведомление. Добро пожаловать. По жесткой иронии судьбы, вы оказались в доме с призраками. Видимо, вашими действиями управляют какие-то злорадные высшие силы. Ну, то есть мы. Что ж, придется вам постараться. Наверняка вы здесь оказались по веской причине. Мы можем выбрать два действия. Я не боюсь, и что я здесь делаю. Давайте мы, наверное, нажмем на действие, что я здесь делаю. Вы расстроены, и вас можно понять. Сюда вас отправили некие жесткие высшие силы. Если и стоит кого-то винить, так только их. Ну да, только меня и стоит винить. Ну что, время 9 часов, а это значит, что пора опять общаться с духами. А провести церемонию мы можем это сделать опять. И посмотрим. Да, у нас на первом этаже нет никого. Еще никто не появился. Вот мы сейчас начнем опять проводить церемонию. У нас начнется катастрофа происходить с освещением. Это будет просто здорово. Так, она проводит церемонию. Навык ясновидения у нас прокачивается вовсю. Это замечательно. О, во-во-во-во-во-во. Опять начались траблы со светом. Со освещением. Все мигает. И знаете, что мне нравится, что каждая люстра мигает по-разному. То есть нет такого, что они мигают, то есть как бы типа синхронно. Так более зловещая обстановка выглядит. Так, никого тут нет. Никого еще тут нет. Вроде еще пока никого тут нет. Так, мы сейчас повысим до третьего навыка, до третьего уровня наш навык ясновидения. На первом этаже никого тут еще нет. Никто не появился. Я хочу с вами пообщаться. Есть добрый маленький телепузик. Летает. Летает один. Летает тут один. Давайте мы с ним пообщаемся. Мы можем наблюдать за духом, предложить душу и попытаться выйти на связь. Давайте мы попытаемся выйти на связь. Сейчас мы там закончим спиритический наш сеанс. И пойдем попытаемся выйти на связь с этим маленьким зелененьким существом. Красивеньким. Улыбающимся. Благо, что он добрый. Вот, со злыми мы духами уже столкнулись. Давай, 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 давай. Доделывай свои такие вот сеансы. Церемония проведена успешно. Завеса между мирами стала толще. Отлично, отлично. Только можно вот этого вот маленького телепузика к нам. Так, что у нас тут за мудлеты? Я призраков не боюсь. Мари успешно проводит церемонию. И хотя вы лишились души, но это понятно, собственно. Это, собственно, мы уже читали. Так, иди сюда к нам. Мы хотим с тобой поболтать. Пообщаться. Понимаю, через забор это тоже можно будет сделать. Давай. Отлично. Ага. Надеюсь, он сейчас не станет злым, мы его не расстроим. А то, я так понимаю, мы можем расстроить призрака. Ой, 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 мы расстроили призрака. Я так и знал, что мы сейчас это сделаем. Нет, давай. Он ушел. Мы расстроили привидение. Ну, вообще, как так-то? Как так-то? Ну, как так-то? Отвратительно. Просто отвратительно. Пойдемте, наверное, еще сеанс проведем. Я хочу, чтобы к нам кто-нибудь еще пришел. Общаться спокойными, узнать о спиритической враждебности. Тут больше никого нет. О, у нас опять свет мигает. О, есть. Есть контакт. Есть контакт. Сейчас кто-нибудь появится. Надеюсь на это очень сильно. Ну-ка, на первом этаже есть кто? Есть кто? Где вы? Можно я побуду этим... Соболевым? Или, ау, и Соболевым. Боже мой. А, забыл, как его зовут. Здесь кто-нибудь есть? Эй. Нет никого? Почему-то тогда свет мигает. Я жду призраков. Бабочка летает. Боже мой. Ну, пойдемте попробуем еще сеанс провести. Пойдемте. Ну-ка, если я, например, нажму на землю... Нет, мы тут ничего не можем сделать. Рисовать мы еще не можем, так как уровень еще недостаточно большой. Общаться спокойными. Давайте. Давайте пообщаемся. Может кто-нибудь, да и придет к нам на участочку. Воу-воу-воу-воу-воу. Что происходит? А, что я пропустил? На нас напали? Или что произошло? У нас новое настроение в ужасе. Смотрите, что это было? Мари знала, что здесь водятся... Так-так-так-так-так. А, блин, Модли-то исчез. Мари невольно замечает, что здесь водятся... Кто? Призраки, да? Водятся привидения, да. И опять она стала уверенной. То есть, как бы, Модлид в ужасе, точнее настроение в ужасе продержалось не так уж долго. Я даже Модлид не успел прочитать. На первом этаже никого нет? Нет, еще никого нет. Так, поэтому пойдемте дальше общаться с духами. Общаться спокойными. Может что-нибудь мы сейчас от них-то и узнаем. Нам там буквально совсем чуть-чуть осталось повысить навык ясновидения до третьего уровня. Так что давайте. Как говорится, первый контакт установлен. Первый контакт с духами проведен и установлен успешно. Отлично. Так, ну-ка. Ну, нам кто-нибудь ответит? Здесь кто-нибудь есть? Так. Достиг третий уровень навыка ясновидения. Мари теперь может вызывать персонажа с того света во время спиритического сеанса. С помощью действия призывать мертвых. И призывать скиллихильду. Ооо, вот это отлично. Наконец-то после смерти я посмотрю все сериалы. Ой, да ладно. Кого я обманываю? Возможно, они так и останутся в списке дел на потом. Ой, это прям про меня. Боже мой. Это прям про меня. Человек, который не может досмотреть все сериалы на свете. Я жду все сериалы просто. Так, давайте попробуем вызвать скиллихильду. Призывать скиллихильду. Нет, давайте мы призыв скиллихильды оставим на вторую серию. Вот такие дела. Вот такой произошел у нас первый контакт с духом. Ой, смотрите, синенький появился. Так, я ставлю на паузу. Сейчас вызываем скиллихильду и будем общаться с этим духом, но во второй серии. Поэтому ждите вторую серию. Если вам понравилась эта серия, не забудьте нажать на лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик, написать в комментариях, что вы думаете про этот каталог. Честно, меня он захватил. И я сейчас хочу повышать и повышать навык ясновидения. Просто доталово. И узнавать все самые-самые-самые классные штуки в этом каталоге. Вот такие дела. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока, мои хорошие. До скорых встреч. Пока-пока.